Уважаемые участники презентации книги об истории судьб журналистов Южной Правды. Хочу поблагодарить Виталия Бабича за её создание. Эту историческую книгу я с интересом, конечно, прочту и передам внучке Юле Студентке. Она сохранит память о своём деде и журналистов Южной Правды. Среди присутствующих, наверное, находится Николай Шарафанов, бывший редактор газеты, настоящий редактор Николай Стеценко, Борис Аров, старейший журналист, Анна Гудь, Инна Максименко, с которыми освещали полевые работы в колхозах и совхозах, Нина Шепель, с которыми строили атомные и глинозёмные заводы. Ответственный секретарь, беспокойный Анатолий Колесник, Виталий Олейник, савпромышленным отделом, который часто правил мои текстовки, Аса Виноградова, Люда Костюк, Гена Селин, Толя Кузнецов, Николай Зякун, Александр Умеренко, всем-всем большой привет из Израиля. Я, бывший фотокорг Южной Правды, много лет проработал в газете. Живём мы в Израиле, в двухкомнатной квартире. Все стены фотография из истории нашей жизни. В Израиле я с семьёй нахожусь с 95-го года. Десять лет на общественных началах я проработал в местной газете. Еженедельник новостей. Недавно в торжественной обстановке отметил День Победы и 63-ю годовщину независимости Израиля. Моих все четверо внуков служили в армии в Большой Израиле. Двое из них участвовали в боевых действиях «Литой свинец» в газе. Вне 88. За общественную работу здесь мне присвоено звание «Почётный гражданин города Кирилл-Гата». Хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, удачи в личной жизни. Хотелось бы мне быть среди вас, но здоровье не то. С уважением, Илья Кальницкий. Привет от семьи, жены, детей, внуков, правнуков. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова